До открытия фестиваля осталось полтора месяца. Именно столько времени как раз потребуется подрядчикам, а их на участке четыре, для того, чтобы воплотить интересные идеи сочинских дизайнеров. Пока все, конечно, на бумаге, но планы и проекты говорят о многом. Самое главное, ни одно растение не пострадает. Сохранят коллекционную бамбуковую рощу. После правильной обрезки внутри нее проложат пешеходные насыпные тропы. Сегодня рабочие приступили к прокладке коммуникаций, поскольку сквер молодежный, проведут интернет и точки для подзарядки электронных устройств. Мы рассчитываем, что это место будет не только днем каким-то пользоваться спросом, но и ночное время будет здесь очень празднично и уютно. Здесь будет огромная масса декоративного освещения, разновидности декоративного освещения, которое опять будет, опять же, по зонам будет. Спроектировано четыре зоны. Основная, так называемая, зона общения будет украшена световым фонтаном, где разобьют и цветочную клумбу в форме ромашки, логотипа фестиваля молодежи и студентов. Самой популярной станет, наверное, зона музыки. Площадка по принципу амфитеатра, где будут собираться музыканты, барды и просто молодые люди с гитарами. Арт-зона рассчитана на выставки. Там в летнюю жару будет включаться искусственное охлаждение воздуха. Ну и самым популярным местом для подростков станет зона спорта. Волейбольные, теннисные площадки, воркаут, площадка с тренажерами. Самым маленьким тоже будет где побегать. Местные жители с нетерпением ждут нового сквера, обустройство которого предложено мэром Сочи Анатолием Пахомовым. Очень бы хотелось, да, чтобы площадок было побольше, особенно для спорта. Это, ну, у нас мало здесь, так как район не сильно большой и мало места для каких-то таких площадок. Поэтому было бы неплохо. Ну, на самом деле, молодежный сквер – это очень популярно в наше время. И я думаю, это будет отличная возможность, чтобы где-то провести время. Это для нас радостная новость и очень важная новость. Потому что для детей это реально очень важно. Фестиваль молодежи и студентов соберет 36 тысяч участников из различных стран. Основной дискуссионной площадкой станет главный медиа-центр. Ну и здесь, конечно, в сквере фестивальной появятся гости. Они посадят памятные деревья. Елена Овсецына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.